4 ноября 1956 года. Москва, Лубянка. Кабинет председателя КГБ СССР. Руководитель КГБ Иван Серов отложил в сторону отчет о работе советской разведки в Америке за последние полгода. Ничего утешительного. Оперативная обстановка резко обострилась. Выросло число перебежчиков. И это стало настоящей бедой для отечественной разведки. Только за последние полгода ряды предателей пополнило 10 человек. Резидентурная сеть фактически разрушена. Одни ценные помощники арестованы, другие в пожарном порядке уже покинули Америку. Серов открыл сейф и достал оттуда папку с данными на самых опытных сотрудников своей структуры. Первым в общей стопке лежало личное дело Вильяма Фишера. Из архива КГБ. Вильям Фишер. Профессиональный радист. Свободно владеет английским, французским и немецким языками. В 1927 году принят на работу в иностранный отдел ОГПУ. Организовывал сеть тайных радиоточек в Европе. Во время войны руководил диверсионно-разведывательной деятельностью на оккупированных территориях. В США с 1948 года. Работает на нелегальном положении. Вильям Генрихович Фишер. Это легенда советской разведки. Он руководил, можно сказать так, сетью атомных разведчиков. Ему удалось создать резидентуры не только в известных всем городах, как Нью-Йорк, а и на побережье американском. И, как считается, или как я думаю, скажем так, даже в Латинской Америке. То есть работа он вел грандиозно. В Америке Фишер работал под прикрытием, как свободный фотохудожник Эмиль Гольфутс. У него были самые разнообразные заказчики, в том числе и один высокопоставленный чиновник из Пентагона. На этот источник информации очень рассчитывали в СССР. Фишеру была дана установка через знакомого человека в Пентагоне наладить контакт с разработчиками У-2. Но этим планам не суждено было сбыться. Один из связных Фишера, советский разведчик Вик Хейханин, пошел на предательство и сдался американским властям. В 12 апреля 1957 года. США. Штат Вирджиния. Город Ленгли. Штаб-квартира ЦРУ. Шел первый час дознания. Агент Дэвид Харрис дотошно записывал всю информацию, которую получал от русского перебежчика. Очевидно, что шпион любил выпить, и два бокала виски развязали ему язык. Он уже сообщил все пароли, позывные и коды к шифрам. Но самое главное, Хейханин указал имя и адрес человека, который передавал ему инструкции и забирал зашифрованные сообщения. Со слов Вика, это был некий фотохудожник Гольфутс, с которым он встречался в его студии в Бруклине. И сообщение в газете «Вашингтон-Пост» от 22 июня 1957 года. 21 июня разведывательная операция американских спецслужб увенчалась невероятным успехом. Был арестован полковник советской разведки Рудольф Иванович Абель. Рудольф Абель. Так Гольфутс представился агентом ЦРУ на допросе. Он намеренно использовал имя своего друга, знаменитого разведчика Абеля, которого к этому времени уже не было в живых. Гольфутс прекрасно понимал, что отрицать свою принадлежность к советской разведке бессмысленно. У ЦРУ было слишком много доказательств. А уловку с Абелем он использовал для того, чтобы сообщить в центр о своем провале. И прием сработал. В КГБ умели читать между строк. Газетная статья об аресте шпиона Абеля была истолкована в вина. Так фотограф Гольфутс, он же советский разведчик Вильям Фишер, получил шанс на спасение. Сразу после ареста резидента в СССР началась подготовка операции по его возвращению на родину. Почему он взял псевдоним своего друга? Я думаю, что было тому несколько серьезных причин. Во-первых, это была дружба, проверенная временем. Его товарищ и его, я думаю, коллега даже по некоторым боевым фронтовым операциям был знаком с ним с 1927 года. О дружбе знали все. И даже когда они вместе были во время войны и ходили в столовую, люди смеялись. Два неразлучника вон Абели пошли. И тогда, я думаю, что чтобы дать понять своим, что я сижу, я молчу, меня взяли, он назывался Абелем. Перед КГБ стояла непростая задача. Первое. США ни в коем случае не должны были догадаться, что схваченный шпион – гражданин Советского Союза. В противном случае Фишеру грозила бы смертная казнь. Было решено представить Фишера немцем, работающим на Москву. А для поддержания легенды – скомпрометировать разведчика письмом из ГДР от какого-нибудь родственника. Вторая проблема – после суда договориться с американцами об обмене. Причем просьба также должна исходить от немцев. И, наконец, третья – кандидатура для обмена. Очевидно, что это должны быть равнозначные персонажи. 18 августа 1957 года. США. Нью-Йорк. Студия фотохудожника. Агент ЦРУ Джон Маловский давно следил за корреспонденцией, которая приходила на адрес арестованного фотографа. Чаще других, Гольфуцу писала его тетушка из ГДР, некая фрау Шреддер. Эта сумасшедшая старушка в каждом письме ругала племянника за молчание и корила за невнимательность. Видимо, почтенная фрау пока не знала об аресте Абеля и невольно выдала происхождение своего родственника. Маловский решил – доказательств достаточно. Сомнений нет, что советский шпион родом из Германии. Арест Вильяма Фишера, а также идеологическая шумиха, которую американцы подняли вокруг этого дела, нанесли серьезный удар по работе советской разведки в США. Все источники, с которыми сотрудничал советский шпион, оказались недоступны для КГБ. И в том числе военный чиновник из Пентагона, имевший доступ к секретной информации о самолете-шпионе У-2. Москва проигрывала шпионскую войну Вашингтону по всем фронтам. Полеты американских пилотов над СССР оставались безнаказанными. Репутацию советского военного могущества мог спасти только беспрецедентный шаг. Из газеты «Лос-Анджелес Таймс» США. 4 октября 1957 года русские одержали сокрушительную победу над американскими амбициями. Советы первыми покорили космос и продемонстрировали США явное превосходство военно-технической силе. Успешный запуск первого космического спутника вызвал восхищение во всем мире. А в США еще и ужас. Его причина – баллистическая ракета высокой дальности, которая доставила спутник на орбиту. Это означало, что СССР обладает новейшим ракетным оружием, способным в считанные минуты поразить цель в любой точке земного шара. Впервые за всю историю Америки ее территория оказалась настолько уязвимой для нападения противника. Для американцев это был шок. Это был самый настоящий шок, потому что они поняли, что их положение сверхдержавы и то, что они в любой момент могут уничтожить Советский Союз, этой ситуации пришел конец. И с Советским Союзом придется считаться, и поэтому был визит потом, видите, Хрущева, Соединенные Штаты. И Хрущева принимали на высшем уровне, да, ему все показывали, то, что он, в общем-то, все достижения, ну, в американской цивилизации, которыми, в общем-то, США гордились. Технический триумф Советов обернулся настоящей паникой в Белом доме. Айзенхауэр в срочном порядке распорядился прекратить воздушную разведку над территорией СССР. Всех пилотов, управлявших У-2, в том числе и Фрэнсиса Пауэрса, отправляют в длительный отпуск. Одновременно Вашингтон разворачивает наступление на идеологическом фронте. Его цель – продемонстрировать всему миру причастность Советского Союза к грязным шпионским играм. Президент США отдает распоряжение устроить показательный суд над гражданином ГДР и по совместительству советским шпионом Рудольфом Абелем. Американцы так и не узнают, что Рудольф Абель – это не настоящее имя арестованного шпиона. Не подвергнется сомнению и его немецкое происхождение, которое убережет Фишера от электрического стула. Суд приговорит разведчика к 30 годам тюремного заключения. А на Лубянке тем временем будет создан список всевозможных кандидатов для обмена на Фишера и по дипломатическим каналам передан в США. Среди предложенных вариантов крупные военные преступники Второй мировой войны, в том числе и американцы. Однако ЦРУ отвергнет все заявленные кандидатуры, посчитав их неравнозначными. Операция по возвращению Вильяма Фишера будет отложена на неопределенный срок. Вильяма Фишера будет отложена на неопределенный срок.